С начала 2024 года на границе США и Мексики в районе штата Техас разгорается конфликт. Связан он с недовольством жителей по большей части республиканцев из-за нарастающего потока мигрантов. Дошло до того, что на повестке американской общественности стоит вопрос об отсоединении Техас от государства и превращении его в независимую республику. Главной причиной этого напряжения является возникшее противоречие между одним из регионов Соединенных Штатов, а именно штата Техас и федеральным правительством. Причиной данного конфликта интересов является то, что в настоящее время правительство Байдена проводит очень лояльную к мигрантам политику, особенно к мигрантам, которые двигаются со стороны, так сказать, Мексики. Так вот, правительство Байдена проводит в отношении таких мигрантов очень-очень лояльную политику и позволяет мигрантам достаточно активно проникать на территорию Соединенных Штатов Америки. А в то время как предыдущий президент Трамп, он этому всячески препятствовал и общеизвестный факт, что вдоль южной границы Соединенных Штатов шло строительство стены, которая бы препятствовала проникновению мигрантов с соседних территорий. Проблема нелегальной миграции в США стоит давно. Еще в 2021 году так называемая стена на границе с Мексикой стала поводом для обширного резонанса. Сейчас же конфликт, грубо говоря, достиг своего апогея и ситуацию даже называют гражданской войной. Правда, пока что в массах, но как все обстоит на самом деле? Нужно отметить, что в настоящее время Техас это тот штат, на который приходится основная сила давления миграционных процессов. У штата Техас самая протяженная граница с Мексикой. Ну и, естественно, те мигранты, которые хотят любыми путями попасть на территорию Соединенных Штатов, они, конечно, в первую очередь должны попасть на территорию штата Техас. Вот. И с этой стороны у Техаса есть, с одной стороны, проблема того, что он является перевалочным пунктом, но также беспокойство в администрации штата Техас остается и в том, что многие мигранты, они просто, попав на территорию США, уже дальше не стремятся продвигаться. Они остаются на территории того штата, куда они первично попали. Ну, например, в данном случае штат Техас. Еще в 2021 году губернатор Техаса Грег Эбот объявил о начале операции «Одинокая звезда». Причиной послужило решение американской администрации смягчить миграционное законодательство. Суть самой операции сводилась к тому, что местные правоохранительные органы получили право самостоятельно патрулировать границу, для чего по ее периметру была натянута колючая проволока, демонтажа которой сейчас, собственно, и требует Вашингтон. В то же время нужно понимать, что есть и федеральная законодательность, связанная с социальными процессами. И вот здесь, как бы, имеет быть юридический казус, все-таки в чьей зоне ответственности относятся вот вопросы миграции. Ну, в настоящее время, еще раз говорю, администрация штата Техас, она опирается на собственную конституцию штата и утверждает, что она имеет право контролировать и управлять вот этими миграционными процессами. На текущий момент сложно дать точный прогноз в происходящем конфликте, но эксперты заявляют, что отсоединение штата и превращение его в республику маловероятно. Конфликты между федеральной администрацией и властями штата, а также рост напряженности в обществе могут стать зародышем для серьезных внутренних противоречий в США. Но глобальных переворотов ожидать не стоит.